Для дополнительного контроля качества дорожных работ в Ивановской области создадут специальный ситуационный центр. Работать он будет на базе Департамента дорожного хозяйства и транспорта. Помещение, где вскоре разместится новая контролирующая организация, в понедельник осмотрел губернатор региона. Сейчас на балансе вновь созданного дорожно-транспортного центра четыре передвижных лаборатории. Ежедневно они будут объезжать около 120 километров дорог, инспектируя всю дорожную сеть области. Полученные данные передавать как раз в ситуационный центр. Оборудование для него в соответствии с соглашением Иванову передает правительство столичного региона. Все дороги у нас будут оцифрованы, принесены на акционную карту. Мы будем понимать состояние каждой дороги. То есть это та регистическая машина, которая сейчас у нас в регионе проводит диагностика. Мы будем понимать каждый участок. На простом примере расскажу, как это работает. Значит, служит конспекция дорог, проезжая дорогу, видит, я вам мобильное положение, фотографирую. А фотография попадает в ситуационный центр. Все дороги Ивановской области планируют полностью оцифровать уже осенью. Затем создадут единую информационную систему. А дальше при помощи тех же передвижных лабораторий просто будут мониторить состояние покрытия. Однако губернатор напомнил о важности и обратной связи с жителями. Сейчас в моих социальных сетях присылают видео и фотографии, чтобы это сразу в стационарный центр. Это была тоже такая возможность. Человек увидел, что это некачественно сделано, прислали там дождь, в кладу дороги. Раз, сразу в стационарный центр направили информацию. Надо людей увлекать, наших жителей, очень активно в ремонт, в контроль за качеством, ремонтом дорог. Контроль, качество ремонта и содержание дорог – это только базовый уровень работы ситуационного центра. В перспективе, как ожидается, с его помощью можно будет следить за работой общественного транспорта, соблюдением графиков и схем движения. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.